Такой аппарат для диагностики и медицинской реабилитации не только единственный в Сочи, вообще в Крае. Для восьмой больницы в Красной Поляне его купили специально к Олимпиаде. Теперь чудо техники служат жителям города. Врачи говорят, несколько сеансов и пациенты уже через пару дней забывают о костылях. Сустав перестает двигаться и сам человек не может разогнуть этот сустав. Здесь задается компьютерная программа и сам аппарат, видите, крутит. Можно также руку, то есть любой сустав. Лаборатория в Краснополянской больнице тоже самая современная. Здесь можно провести более ста видов исследований. Сочи – один из немногих городов на Кубани, где самые сложные анализы проводят на месте. Другие отправляют в Краснодарскую лабораторию. В Сочи мы делаем все? В Сочи все. Все, да то есть людям никуда не нужно, ни за одним анализом, правильно? Все на месте здесь. И все мы здесь делаем бесплатно, да? Совершенно верно. Вообще восьмая больница в Красной Поляне среди сочинских первая по многим показателям. И дело не только в оборудовании, которое позволяет своевременно диагностировать и эффективно лечить. По результатам анкетирования, которое по городским больницам проводили волонтеры, Краснополянская набрала 4,9 балла из пяти. Это оценка уровня обслуживания самими пациентами. Больница прекрасная, врачи прекрасные, вообще очень довольны. Но самой главной ценностью каждой больницы должны быть кадры. Сегодня в восьмой трудятся 24 специалиста высшей категории. И уровень квалификации постоянно надо повышать, отметил Анатолий Пахомов. Как и любое учреждение, больницы должны стать в первую очередь клиентаориентированными, то есть отвечать потребностям каждого из пациентов. Сегодня здравоохранение города в очень приличном состоянии. Большинство больниц отремонтированы и имеют очень современную диагностическую базу, а также современное оборудование. Ваш коллектив прекрасно понимает, что уровень благожелательности не определяется уровнем технической оснащенности, она у нас тоже очень большая, а создается людьми, работающими в вашем учреждении. В свою очередь город готов поддерживать лучших медиков. Так только врачи Краснополянской восьмой больницы уже получили 28 квартир. Они живут в отдельном доме, построенном специально для них. И как сегодня пообещал Анатолий Пахомов, хозяевами еще некоторой части квартир из Олимпийского жилфонда тоже станут медики. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.